всем привет и в сегодняшнем видео обзоре мы рассмотрим масштабную модель советского санитарного автомобиля газ 55 в масштабе 1 к 43 а также поговорим о проблеме оплавления колесных дисков не только на моделях из бюджетного ценового сегмента но и на более дорогих изделиях я вам покажу несколько примеров а также расскажу варианты решения этой проблемы что касается машины газ 55 то она выходила еще в 2012 году в серии автомобиль на службе под номером 24 именно тогда я приобрел эту модель в свою коллекцию и скоро появится похожая машина в серии автолегенды ссср был уже анонс я думаю многим из вас он известен и будет интересно узнать в чем главное отличие между двумя моделями возможно они будут отличаться только цветом возможно будут какие-то упрощения не в сторону автолегенд эта модель в целом за свою цену сделана вполне хорошо и я взял этот грузовик потому что у меня он ассоциируется с автомобилем из фильма кавказская пленница там конечно не совсем эта машина но тем не менее сходство согласитесь есть и что касается масштабной копии то издалека она смотрится вполне прилично здесь металлический корпус пластиковый капот детали не очень сильно отличаются по но если приглядеться то на моей машине появились непонятные то ли разводы то ли царапины когда приобреталась эта модель этого не было и вот такая проблема она наблюдается не только на этом автомобиле я вам показывал например машины черного цвета у них краска как будто вздувается и некоторые говорят что это химическая реакция между металлом и лакокрасочным слоем но возможно это так не проверял но эта проблема все же присуща многим моделям не только из журнальной серии вторая проблема это то что на моей модели колесные диски полностью оплавились их по большому счету можно восстановить но я не буду этим заниматься и здесь резина уже задубела и я просто не уследил за этим есть список моделей у которых подвержена резина к оплавлению пластика и здесь именно дело в резине она вступает в контакт с пластиком и оплавляет его например я вам покажу для примера второй медицинский автомобиль это уазик и здесь видно что резина оплавляет бумагу и вот у меня модель хранится в блистере покрышки от нее у меня хранятся в пакетике отдельно чтобы как раз не испортились диски потому что они здесь вполне нормальные если вы тоже храните модель не на полке то можете снимать покрышки и тогда у вас сохранятся во всяком случае колесные диски второй вариант если вы хотите чтобы модель была все же на покрышках можно приобрести резину от maestro models у них есть как набор так и отдельно покрышки и если допустим у вас нет финансов вы можете снять покрышку супер клеем аккуратно нанести тонкий слой и после того как клей высохнет одеваете покрышку тогда уже тоже не будет вот этой проблемы и можно делать некоторые я видел ставят фольгу но это эстетически смотрится не так красиво возможно если кто-то умеет тоненько-тоненько ее поставить чтобы не было видно тогда я думаю что проблем тоже не возникает здесь черный неокрашенный салон примитивно сделан стеклоочиститель но зато хорошо сделана нижняя часть и что мне нравится больше всего это то что здесь запаска сделана в виде нормального колеса на многих моделях и журнальной серии например запаска или отливается с днищем машины или если это грузовик она тоже льется вместе с рамой здесь в этом плане все намного лучше машина довольно легкая я думаю у многих из вас она есть в коллекции напишите кстати у кого она есть у кого ее нету возможно вы планируете ее приобрести и что касается цены то я покупал ее по моему за 320 рублей рекомендованная цена была 279 но обычно в киосках эти модели стоят дороже но сейчас эти модели можно купить значительно дешевле все зависит от состояния от наличия журнала от наличия блистера и модели можно приобрести и за 150 рублей и за 500 в принципе надо уметь искать где их продаются я не смотрел конкретно где их можно приобрести в магазинах не видел но возможно они встречаются на торговых площадках теперь что касается копийности модели я вам ради примера покажу кабину газ 2 а все же машины из одного семейства это кабина от нашего автопрома я его покупал как запчасть просто ради дальнейшей конверсии пока что не знаю что с ней делать напишите в комментариях возможно у вас будут идеи и эта кабина металлическая и она состоит из двух частей и радиатор здесь также съемный так что в принципе можно из этой модели сделать что-то наподобие такого современного хот-рода нижнюю часть изготовить самостоятельно добавить колесные диски я думаю будет тоже довольно интересный автомобиль но повторюсь у меня только кабина это была как запчасть она стоила что-то порядка 50 рублей в принципе не так дорого может даже дешевле уже не помню брал ее как в нагрузку и покажу вам свои модели от neoskill models как раз у которых вот есть такая проблема оплавления колес вот на этой модели я не уследил что колеса начали вступать в реакцию и вот здесь можно видеть что передние покрышки уже начинают въедаться в подиум я потом аккуратно модель отсоединю и поставлю фольгу и когда вы будете отрывать модель от подставки то будьте осторожны потому что у хрупких моделей вы можете оторвать передний мост они довольно крепко въедаются в подставку но я эту проблему решаю обычно вот так ставлю полосочку из фольги можно делать ее большого размера можно сделать ее маленькой все зависит от того в принципе сколько у вас материала и как вы хотите чтобы выглядела коробка здесь особой разницы нет они все равно у меня хранятся в коробках и главное чтобы резина не касалась пластика тогда в принципе проблем не будет у neo также встречается проблема оплавления колесных дисков но вот у меня в коллекции только две модели такие и это те модели у которых сам колесный диск не хромирован а просто окрашен серебрянкой и вот именно тогда идет эта реакция на легендах то же самое у них если диск хромирован тогда он не оплавляется если он просто окрашен в массе или покрашен серебристой краской тогда вот идет такой эффект если у вас уже диск испорчен то по большому счету его только на выброс я экспериментировал подобный комплект оставлял скажем так на сушку чтобы вот это размягчение затвердело но у меня уже два года лежат колесные диски и эффекта никакого нет видимо пластификатор он очень сильно въедается в сам пластик и уже оттуда он не испаряется так что в принципе не тратьте время если у вас испорчены диски ищите им замену и также покажу вам например модель от minichamps у них тоже есть такая проблема например вот не самый ранний но довольно старый minichamps и здесь можно видеть что тоже идет оплавление колесного диска конечно у более дорогих моделей это реже встречается но проблема все же есть и вот у меня есть некоторые модели от minichamps у которых тоже поела подставку не так сильно но все же вот встречается некачественные материалы и у более дорогих брендов конечно в журнальной серии этого намного больше напишите в комментариях собираетесь ли вы покупать модель которая выйдет в серии автолегенды ссср возможно у вас есть такой автомобиль а возможно у вас есть модели ручной работы у меня ручной работы похожих машин нет потому что сам прототип мне не столь интересен но для полноты коллекции такую модель почему бы не приобрести и в принципе она мне повторюсь визуально очень нравится не забывайте поддержать это видео лайком если вам понравилось также вступайте в группы в социальных сетях вконтакте в фейсбуке там участники сообщества делятся фотографиями своих коллекций не забывайте нажать на колокольчик чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на моем канале и мы с вами увидимся в следующих видео обзорах до новых встреч пока